Кхе-кхе, угу, щас. Саламули гамаджубы, молодые, сегодня мы опять нырнём в чарт ВК и посмотрим на местных звёзд. Ну а если ты залетел сюда впервые, то объясняю. В этой рубрике я рассказываю вам, как всё плохо с современной музыкой на примере чарта ВК. Так что присаживайся поудобнее, будет интересно. Ну и что роднит 1 сентября и мои видео? Конечно же колокольчики. Поэтому пока вы не поставите колокольчик на все уведомления, видео не продолжится. Ты чё, дурак, оно реально не продолжится. Быстренько поставил колокольчик, и в прошлом ролике, кстати, у нас было 62,2. Теперь уже 62,6. Ну и будет ещё больше. Поставил? Молодец. О, поставил. Ну а с вами тем временем Синькобати, погнали. Поспешили. Обычно и раньше первое место всегда было предсказуемым. Его занимал либо Рамиль, либо Мияги. Но потом... Ну потом приехали армяне. И армяне, это уже было серьёзно. Такое ощущение, что они перед каждым релизом ездят в офис ВК и такие... Брат, первое место организуй, Джан. Но давайте к песне. Может быть, она всё-таки заслужила первое место, и вы ведь думаете, что песня про любовь. А вот нет. Ладно, пизю. Ты берёшь за душу, я беру за руку, но обжигаюсь сразу же я... Пукан не может позавтракать с любимой, глянуть с ней сериал. А всё потому, что он всё время мотается по делам. Ты спишь под любимый сериал, и я завтра вернусь чуть раньше. Ты же так хочешь, хоть серию мне показать. Там делюга на стабильном всем мешает вовремя спать, но ты моё солнце... Ну вы знаете, эти деловые встречи касаемо муток и темок. В кальянке там посидеть, пошашковать на бэхе, музыку на парковке навалить. В общем, что ни день, то какая-то суета. Ну и, кстати, перепев на чё-то очень сильно похож. Если вы знаете, то напишите в комментариях, а может быть и нет. А ВГ как всегда нарушил временной континуум, за что ему повязали мусора. Поэтому давайте дальше. И да, ребята, вы же по-любому заметили, как просмотры чертей в чарте начали постепенно деградировать. Поэтому у меня возникает вопрос, а целесообразно ли вообще выпускать эту рубрику? Так что вот что я решил. Если под этой частью и следующими набираются 10 тысяч лайков, то я стараюсь дропать чаще каждые две недели. Так что всё зависит от вас, 10 тысяч лайков и эта рубрика будет жить. Плохая девочка. Ну а про этот трек всё уже давно в курсе, потому что трек уже успел заебать моего деда. И даже деда моего деда. Ну, значит, как всё было. Сначала вышла песня у группы Винтаж, затем через лет 10 сделали ремикс, а потом дропнули трек официально и сняли клип. Ну а припев так-то хороший, столько звуков в ТикТоке наснимали. Молодцы, мальчики. Но когда они решили дополнить это куплетом, то где-то начали екать пацаны из Дыня Мьюзик. Вышло, в общем, как всегда. О, майотик. А, нет, Скидри. Скидри звучит как какой-то тупой персонаж из мультиков. Могу любить тебя целые сутки. Ну ты пиздец, Дон Жуан. А жениться на месяц можешь? А трахнуть за минуту? В общем, если хотите послушать все песни, которые заебали нас за это лето, то кликайте на подсказку. Там я всё разобрал. Ну а так, хороший драйк, грустный такой, вольбовый. Я плачу. Признаюсь честно. Я конченый дебил и всё время листаю YouTube Shorts. И там постоянно попадается АВГ со своей песней «Плачу». В общем-то, ничего нового, мне кажется. Если спросить у АВГ, что ты опять забыл в чарте, то он ответит. Братан, я тут прописку сделал. Чарт ВК, знаешь, его армяне придумали. Весь мир, можно сказать, построили армяне. И кушать, и пить, туфли шить, и костюмчики. Ну а с этим не поспоришь. А если ты тоже хочешь выглядеть стильно, то есть лайфхак. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте имеется более 3000 моделей кроссовок, и всё в наличии. На сайте только реальные отзывы у покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для моих подписчиков действует промокод SYNC, дающий скидку аж 30%. Заходи на «Проверенный магазин» и убедись сам. Ссылка в описании под видео. Бай Мани. Алимба и Бай Индия так-то записали довольно стилёвый трючок, мне он даже понравился. Но у меня такое ощущение, что есть какая-то американская песня, где тоже поётся «Ма о ма ма». «Мани о ма майнд, мы с тобой всего лишь дружим, как тебя сказать». В общем, если вы знаете её, то обязательно напишите в комментариях. Но есть одна вещь, с которой никто не поспорит. Вот эта вот строчка «Она слишком любит суши» написана прям от пизды, я в этом уверен. Тетка, о ма га, она слишком любит суши. Такое ощущение, что они просто не знали, что там написать и впихнули то, что рифмуется. Можно ведь заменить эту строчку на любую. Она разгоняет тучи, она мне запала в душу. И нихуя не изменится, никуда твои суши не пропадут. Царица. Я так понял, это отсылка к Иванушкам. Но в целом песня прям написана по ТЗ. И прикиньте, она ведь целых три минуты пела эту ебаторию. Ей не впадлу было. Это ж каждый раз надо изъёбываться и придумывать какие-то метафоры. Все твои романы и тяжёлый вид спорта. А в следующий раз чё будет? Все твои партнёрши сплошные одноразки? Все мои бывшие чайные пакетики? А бабам один хуй заходит. Они один хуй ревут, под неё и сопли пускают. А потом эти царицы с сибирской короной в руках ещё и тащат нас на концерты. Но несмотря на всю затхлость этого хита, здесь есть одна инновация. А Настя решила жёстко навалить рыбчины. Выдох и вдох, выдох, вдох. Мальчик дышит, и не так уж и плохо. Не смогу забыть тебя. Извиняюсь за всё то, что говорил про Анну Ластик, ведь Джонни написал ещё более плоский трек. Абсолютно бесполая и кастрированная песня. Я не смогу забыть тебя. Не смогу забыть мой взгляд. Если заменить все строчки местами, нихуя не изменится. Если дать этой песне другое название, нихуя не изменится. Если эту песню споёт другой артист, то тоже нихуя не изменится. Самый пьяный округ в мире. Я, честно говоря, не знаю, зачем Макан, который рос в Москве, записал песню про Сургут, но ему не позавидуешь. Как он рос в таких условиях? Вокруг ножевые, пулевые, вокруг спортики блатные, вокруг округа они в дым. Человек, который с 16 катался на тачках, имя много девушек и родился в семье режиссёра, рассказывает нам про опасную жизнь. На парковке джеб, джеб, чисто в блатную шлэнк, шлэнк. И у меня возникла идея. Вот у Усачева был видос, послушал все песни Тимати, а я хочу сделать, послушал все песни Макана. И если вы наберёте 15 тысяч лайков, я, конечно же, без базара приступлю к работе, и, мне кажется, получится очень интересно. Можно будет даже придумать из этого рубрику. Так что 15 тысяч лайков, и мы делаем. Обложку для этого ролика делал Домурайдер, а ссылка на него, как всегда, в описании. Танцы. Если бы Чарт ВК страдал прыщами, то главным фурункулом был бы этот трек. НЛО, ты гандон. Я знаю, что ты написал эту песню, чтобы бесить лично меня. Так что удаляй нахуй эту песню с площадок, и на этом мы разойдёмся. Но знаете, что хуже этой песни? Слоу Ревер Примикс на неё. Танцы, мы устраиваем танцы, ты такая классная. Сердце. А вот этот житель Лондона уже заебал клепать одинаковые песни о любви. Говорят, что чувства должны быть сложны и многогранны. Но у этого всё как два пальца об асфальт. Дрилбит. Это сейчас модно. Воу, я закопаю все твои секреты, что ты когда-то мне открыла. Пусть они хотя бы немного наполнят теплом ледяную могилу. Не больше, чем попытка номер два стать для неё важным. В руках билет в один к... Запитченный вокал из старой знакомой песни. Я шепчу, и детка, просто потанцуй со мной. Так заводит твоя мокрая блузка. Сначала вкорачиваю вокал, а потом громкий. И всё, ты звезда чартов. Дом 50. Айман Биг совсем недавно презентовал свой новый ремикс. И мне, честно говоря, почему-то смешно каждый раз, когда я слушаю эту песню. Заходите, здрасте, приходите в гости. Мясо дай, дай, оставляю только кости. Я не знаю, как это объяснить, я очень люблю Асху Принца, но такое ощущение, что меня щекотит, когда я слушаю эту песню. Танцуй. А это вообще какая-то непонятная метаморфоза, и этот тип очень сильно похож на Шайни. А сама песня это просто отсылка к Леди Гаге. И на самом деле этот трек мне почему-то понравился. И это странное чувство, как будто бы посмотрел сериал, и тебе понравилась внешность какого-то мужского актёра. Как будто захотел не капучино, а какой-нибудь ванильный раф. В общем, очень странное чувство. Малышка хочет движа. Вот на западе есть The Weeknd. Если говорить по-русски, MC выходной. А у нас есть Holiday Boy. Правда, что никнейм, что песни у него очень вторичные, и я сразу распознал плагиат. Малышка томно дышит, малышка хочет движеть, малышка хочет жить, малышка хочет жить, малышка хочет экстрам. Абьюз. На своём интервью она сказала, что Егор Крит это кринж. Топ-3 артиста, вызывающих кринж. Егор Крит. Мы же про русских, да, только говорим? Тогда на этом всё. Окей. Жена Юркиса сказала, что Егор Крит это кринж. Ну а теперь давайте глянем клип её муженька и его брата. Был артист, он мем, наш голос на FM волнах, я знаю, это бесит. Мне нужен новый буллинг, лекарство одиночка. Поднимайся, пыть, в средом за мечтою. Ты это услышишь и возьмёшь собою. Да это ж, блядь, тот же самый Крит. Только эти ещё более избалованные. Как будто им в детстве не игрушки дарили, а острова в океане. А сама Люся прям очень хочет быть похожей на Анну Астик. Вот эта вкратчивая манера пения в начале припева. Этот взрывной припев и попытка залезть в актуальные темы. Я не позволила б тебе месяцами не спать. Всё, как ты и хотел, девочка повзрослела. Так и кто теперь, блядь, кринж? Егор мать его Крит? Или жалкий закос по Анну Астике и её муж, который косит под Крида? Вопрос открыт. Вышла бы со мной на батл, я б её сразу размотал. Спокойся, я сп... Хотя, батл-рэп же мёртв. Ну, не совсем. Есть такая группа Deadshot. Это пацаны из Москвы, которые вливают в батлы новую жизнь. Путём смешивания их с роком и металлом. И это вам не какие-то три дня дождя. Пацаны реально делают интересно. Было бы даже угарно, если бы они и тдд задисили. Что ж, будем следить, а ссылочку на них я оставлю в закрепе. А вот Женя Лизагуб бы сразу согласился. А так, Туксис как-то внезапно попал в нашу жизнь, но, если честно, я пока хз, что про него сказать. Несколько песен зашли, посмотрю как-нибудь вписку, послушаю его песню, а уже потом можно будет что-то пиздить. Пишите в комментариях, если ждёте на него обзор. Сорвалась. Уже несколько лет Клава поёт про Диму Гордея. И вот, неужели этот блогер настолько незабываемый и запоминающийся? Человек, который снимает прятки на тачках? Ну или это всё из-за этого видоса? Я даже больше никогда не смогу тебя поцеловать за ушко. Но я верю. Если нам всё-таки суждено быть вместе, то мы будем вместе. Люблю тебя, твой птенчик. Сорвалась. С цепи, ну типа, собака ебаная. Ну а теперь годные новинки этой недели, которые я обязательно советую к прослушиванию. Смотрел это кино, но никогда не закончится. Все эти треки я оставлю в своём телеграм-канале и в группе ВК. Ссылочка будет в закреплённом комментарии. Ну и теперь нам стоит прощаться. Обязательно набирайте 10 тысяч лайков, и примерно через две недели выйдет следующая часть рубрики «Черти в чарте». А с вами тем временем был Сенька Батя. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я анонсирую новые ролики и пишу всякие посты интересные. Задерживать вас долго не буду. До встречи, молодые!